Девочка-пай Девочка-пай О, так, смотри, у меня к тебе просьба Какая? Новый год не за горами, хочу снять свой фильм Ну вот пока идей маловато, вот хотелось бы от тебя услышать чего-нибудь Легко, я тебе помогу Смотри, история такая, берешь сразу несколько вот таких вот историй интересных Разные люди, разные семьи И вот знаешь, у них перед Новым годом что-то не получается У кого-то там что-то произошло, кто-то там горошек забыл купить Но потом наступает Новый год и все, все уже прекрасно у всех, все радуются Вообще на самом деле неплохо, но вот уже 12 елок были сняты, уже были Там все так же точно? Там прям вот копия, Алена А, ладно, тогда история другая Смотри, одна многодетная семья собирается в отпуск как раз на новогодние каникулы И все, они улетели, но одного ребенка оставили И вот что он дальше будет делать? Интересно же, а? Классный фильм? Интересно, но там потом бабуля с голубями появится Да, один дома уже сняли, уже вот такое было Ну ладно, тогда ладно, тогда не про детей Смотри, женщина заходит домой, вот уже все, новогодний вечер Она немножко уставшая, у нее впереди новогодний какой-то праздник И приедут гости Она открывает дверь, заходит, а там лежит мужик И вот что дальше будет? Ну и иронию судьбы ты тоже пересказала Что-то вот пока не пошло у нас, да? Да, получается, надо у зрителей спросить, у меня идея кончилась Надо, у меня тоже Ну пойдем тогда, узнаем Я думаю, они придумали Это реально, что ли, все уже было? Да, Ален, все уже придумали Давно фильмы, значит, не смотрела, вот эти новогодние Может быть, кстати, тоже правильно Доброго вечера! Предновогоднего вечера! Хочется сказать вам, друзья, девятая студия начинается прямой эфир Прямо сейчас будем Вот если новогодняя суета вас захватила, рабочие дедлайны тоже вас захватили То прямо сейчас забудьте обо всем Мы смотрим девятую студию, расслабляемся и наслаждаемся Слушай, Ефим Синченко рядом со мной И я хотел сказать, что как будто бы небольшой такой урок по йоге начала Алена Милина Потому что расслабляемся, отпускаем все свои трудности Но мне кажется, что сейчас расслабиться и отпустить трудности самое оно Потому что до Нового года, ну вот, на пальцах одной руки можно сосчитать, сколько осталось А, кстати, три дня Три дня Три дня осталось до Нового года Друзья, но три дня до Нового года, но еще вы успеете и получить подарки И улучшить свое настроение, если вдруг немножечко загрустили Возможно, рабочие дела какие-то на вас свалились и нужно все успеть А прямо сейчас будем отдыхать, получать удовольствие и, конечно же, наслаждаться Итак, что нас сегодня ждет? Целый час мы будем общаться в прямом эфире Заходим в группу ВКонтакте, Девятка ТВ Кира Я думаю, что вы уже подписались на эту группу А кто не подписался, обязательно подписываемся Именно там есть пост с чем? Ну, друзья, с этим прямым эфиром, который уже как раз-таки там Вы тоже можете посмотреть не только на экранах телевизоров, но и в своих гаджетах После этого вы спускаетесь в комментарии под этим постом И именно там отвечаете на вопрос нашего вечера, который сегодня звучит так Какой новогодний фильм вы бы хотели снять? Во-первых, это не просто так, друзья В этом много смысла Действительно, кинематограф нуждается в новых идеях Первое Второе, сегодня отмечается Международный день кино Ну и в третье, конечно же, новогоднее настроение Новогодние фильмы тоже поднимают Поэтому сейчас вы, друзья, можете написать такой мини-сценарий Может быть, это было из жизни Может быть, вы хотели бы сайта стать таким героем, кто знает А может быть, почувствовать себя, вот знаешь, режиссером Сценаристом Сценаристом Я сейчас сниму вот такой фильм Кто знает, быть может, девятую студию Смотрят те люди, которые готовы Скажут Нам нужен этот сценарий Снимаем завтра И вот это получится самое настоящее новогоднее чудо Представляешь, вот написал свой сценарий нам на девятую студию Его прочитал какой-нибудь, ну, действительно Веский, весомый режиссер И после этого сняли фильм Вообще чудеса случаются А вот те продюсеры, а инвесторы Ну, я Которые не знают, куда деньги девать Вот, пожалуйста Вот, все друг друга найдут В общем, друзья, новогодний сценарий новогоднего фильма Или о чем бы могло бы быть это кино Возможно, где бы вы его сняли В общем, пишите свои комментарии в группе ВКонтакте А мы уже подготовили подарки Подарок номер один, друзья Это вот такой сертификат Когда вы можете, знаете, зайти, выпить чашечку кофе Попробовать какой-то чизкейк Отдохнуть от суеты новогодней А возможно, даже и новогодние каникулы Отправиться туда согреться Первый подарок Второй объявишь Второй объявлю Да, если в подарке, который представила Алена Вы как раз-таки свой желудочек, свой животик набиваете Да, чизкейками То вот здесь вот, друзья Вы как раз-таки все это сжигаете Неделя фитнеса Неделя, целая неделя фитнеса Всю неделю можно бегать на беговых дорожках И к Новому году, наоборот-таки, похудеть Ну, уже не успеешь, да, всю неделю походить до Нового года За всю неделю ты, конечно, не успеешь Но вот после самое то Ну что ж, друзья А если подарков вам все еще мало Хочется больше, больше и больше То тогда новогодняя охота Которая уже стартовала И шла с 1 декабря Мы уже ближимся к своему, как говорится, финальному завершению Уже 30 декабря будет финальный розыгрыш Но еще есть несколько дней, когда вы можете поиграть Что для этого нужно сделать? Смотреть наш телеканал Выходит слово дня Каждый день Дальше появляется QR-код И вы можете навести камеру А вас сразу же перебросит, собственно говоря В сообщение, личная группа ВКонтакте Девятка ТВ Киров Либо вы уже подписаны Вы уже знаете, где это писать Вы пишете только одно это слово Вам тут же присуждается номер По которому вы можете выиграть Во-первых, приз дня Да, так сказать А также, друзья, этот же номер Участвует еще и в новогоднем розыгрыше 30 декабря В 11.00 будет прямой эфир Огромное количество подарков там будет разыграно И главный приз Большой телевизор Вот это, конечно, что-то невероятное Большущий телевизор выиграет Даже рук не хватит Моих, и то они длинные У меня руки-то большие Я парень высокий И даже моих рук не хватит, чтобы Показать, насколько этот телевизор будет большим Так что, друзья, играйте Можно всей семьей Так вы увеличиваете свои шансы Подключаете всех Ну а прямо сейчас, друзья Мы начинаем девятую студию И мы буквально вчера вечером С Ефимом отправились На новогоднюю театральную площадь Решили проверить Все ли там хорошо Все ли там нарядно И вообще, как отдыхать Да и повеселились мы очень хорошо, честно говоря Вместе с нашими зрителями, кстати Да, смотрите прямо сейчас Какое новогоднее чудо произошло там Чтобы снять усталость с этого рабочего дня Мы сегодня решили отправиться на новогоднюю театралку Да круто, вообще, друзья Вы посмотрите, какая красота Так еще сегодня и с горки покатаемся И с людьми пообщаемся Ну, подарим новогоднее настроение Ну что ж, пойдем проверим У нас сейчас будет тест-драйв Новогодней театральной площади Поехали В этом году кировчане просто восхищаются Новогодней красавицей И прямо сейчас посмотрим Что же такого красивого На елке в самом центре нашего города И я так понимаю, что здесь еще шатер из гирлянд Но почему-то пока не горит А должно гореть? Должно, но я так думаю Что, наверное, просто по праздникам будут включать В целях экономии По праздникам? Да Сегодня не праздник еще Топ-елка То есть я вот смотрю по другим городам Такой пока еще не видела Вы мониторите, да? Следите, отслеживайте Есть знакомые друзья, которые живут в других городах И как вам сегодня новогодняя елка? Это просто чудесно Нам очень нравится Вы к Дедушке Морозу заходили в дом? Нет еще? Нет еще? А я сейчас пойду Завидуйте мне? Да Да? Да А пойдемте со мной Моей подружке новая Итак, пока Алена со своими новыми подружками любуется новогодней елкой Мы с вами пойдем в этот яркий новогодний лабиринт И поймем, тяжело ли из него выбраться Погнали Настолько красиво, что люди устраивают прямо здесь фотосессию Тяжело маму фотографировать? Да, очень Но давайте в самый эпицентр событий заглянем И сразу здесь мы встречаем двух снегурочек Итак, девушки, как вам лабиринт? Очень круто, правда Как вас зовут? Диана Диана, Юля Диана и Юля, вы теперь мои новые подружки А то Алена себе новых подружек завела, а я не завел Можно зайти? Там Дедушка Мороз Дедушка... настоящий? Настоящий А у меня подружки нас пустят? Да После меня А вы не пойдете? Нет, она одна достигает А она за всю семью там попросит, да? Тук-тук Здравствуйте А можно мы к вам? Решили увидеть настоящее чудо В лесу родилась елочка, в лесу она росла А сейчас я посмотрю, что там у дедушки есть У дедушки даже подарки есть У дедушки даже есть подарки, причем Девочки, вот вам по мандаринке А еще Я думаю, что вы знаете, что это такое Конечно Это тоже вам Я надеюсь, что в следующем году мы вместе с вами сделаем что-то такое замечательное и красивое В рамках подготовки к юбилею нашего замечательного города Садимся, садимся, все-все-все С телеканалом Девятка ТВ общая фотография С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! Я, кстати, вот в таком новогоднем кураже уже успел запутаться в этом лабиринте Поэтому надо срочно искать выход Иди сюда Куда же бежать-то? Дедушка, у нас вопрос только к вам один Там вот не горит Загарит Волшебник Да Дело в том, что я продвинутый Дед Мороз Я читал в соцсетях, что кто-то не видит елочку за шатром Поэтому мы периодически выключаем, чтобы было видно елочку и без шатра Только вышли от Деда Мороза Вятского и вуаля Раз, два, три, елочка горит Елка горит, шатер горит Смотрите, видите? Вот, елку включили, не было Класс, да? Вот оно, ради чего все ждут зиму Это горки Ну вот мы пришли к самой большой Сейчас я ее протестирую Уже немножечко страшно становится, честно говоря, даже мне Поехали! Вот это скорость, друзья мои! Ты любишь Девятку ТВ сильно? Очень люблю Я ее практически каждый день смотрю Каждый день смотрю? Что знаешь из Девятки ТВ? Ну там много чего про город наш очень показывают Очень много Я хотел бы передать Кирову привет большой Девятка, Киров, это очень крутой город Пойдешь кататься со мной на горке? Можно Только поаккуратнее тут мы можем влепиться Опа, молодец Это мой уровень Вот она, горка классная Вот это я понимаю, горочка Но зато ты прокатилась с удовольствием Да, конечно А где, кстати, мой друг А твой друг уже убежал? Он меня бросил Ну что, друзья, новогодним настроением зарядились на 100% Ёлку посмотрели Лабиринт прошли Так еще и с горок покатались Да, еще встретили наших зрительниц И мы всех поздравляем Всех с наступающим Новым Годом! Всем привет! Так что, друзья, мы проверили Можете официально приходить на театральную площадь и кататься Кто, кстати, был, напишите тоже в комментариях Группу ВКонтакте Девятка, Киров, что вам там больше всего уже понравилось И кто планирует, тоже пишите, когда пойдете А прямо сейчас, друзья, у нас на прямой связи Иван Пестерников Выложил на театралке Привет-привет, ребят И, конечно, был Как можно пройти мимо такого замечательного места в нашем городе вообще? Согласен, по-моему, сейчас увожу Супер! Вань, мы давно тебя не видели И очень хотим, конечно же, с тобой пообщаться Расскажи, с чем ты сегодня пришел Я вообще хотелось бы начать с того, что с наступающими вас праздниками Скоро Новый Год, Рождество, вот это вот все С праздниками вас и, уважаемые телезрители, вас тоже с наступающими праздниками Я пришел не просто так, я сегодня с подарочками А конкретнее я пришел с игрой своей любимой Так сказать, завершающей у нас будет партия в уходящем году Я нашел все различные товары в интернетах Ваша задача по фотографии определить, что же это за товар и для чего он нужен Поехали! Новогодний батл у нас сегодня Достаточно просто, да С Иваном В общем-то, погнали Товар номер один Начнем с чего-то попроще Потому что мне кажется, что многие сразу же догадаются, что это за вещь Открывать? Или не догадаются Нет, Алёна Это не для того, чтобы что-то открывать Она просто сразу рубит с плеча, она только так умеет Итак А её Максим научил пальцем в небо тыкать просто Знаешь, я вот пойду немножко другим путем и вот присмотрюсь Выглядит так, как будто это какой-то степлер Очень похоже визуально на степлер Ты молодец, но ты не прав Это может быть такой сифон, делать газировку? Нет Вот я почему-то думал, что это действительно просто Оказывается, не совсем просто Но я такую вещицу прям даже в жизни видал пару раз А на что-то надо нажимать и что-то с ним не будет крутиться А что такое сверху, Вань? Вот это вот самое, вот наконечник, что это такое? О, это сложно прямо писать одним словом Это достаточно сложный механизм Ну, относительно Это специальный, специальный наконечник Пусть будет вот так Давайте ещё по одному варианту И я вам дам подсказку вообще В какой сфере используется Это распылять краску Абсолютно верно, Алён Ну вот это да, вот она Это называется аэрограф В простонародье можно, наверное, пульверизатор называть Сверху цепляется, получается, ёмкость В которую заливается краска Подаётся под давлением воздух Нажимаешь на курок и у тебя распыляется краска В простонародье, Вань, пшикалка называется Пшикалка? Да, пшикалка в простонародье, наверное Всё, поняли, давайте следующий Праведливо Хорошо, товар номер два Вот тут, мне кажется, чуть-чуть будет посложнее А возможно, даже не чуть-чуть Вот на проводе, да, я смотрю? Что-то на проводе, значит, электроновое Электроновое Электроновое, значит Может быть, это блендер Нет, это не блендер Так, ну рукоятка есть, это мы видим Рукоятка есть Смотри, а то, что ниже рукоятки, оно пластиковое или стеклянное? Или металлическое? Металлическое, на самом деле Ага, даже металлическое Металлическое, со стеклянными вставками Заливать волосы? Нет Тогда Ефим, Ефим, давай тоже Ты знаешь, я вот сейчас хотел узнать бы побольше Это мужское или женское? Мужское А ты скажи сначала какой-то вариант Предположи А потом я уже подсказку Потому что когда Алена, когда сказала, что это блендер Я тоже так подумал Но вот сейчас у меня есть мысль, что может быть это фен Нет, это не фен Ребят, подсказка Это не связано с бьюти-сферой Но связано с кухней С кухней? И это не блендер? И это не блендер? И не миксер? И не миксер? Я понял Если это неправильно, то я не знаю Это взбивал копенки для кофе А, это не капучинатор Нужна подсказка Нужна подсказка Ну, используется для приготовления Используется очень часто Ну, достаточно часто в процессе готовки Именно поэтому сбоку есть специальная прищепка Чтобы у тебя всегда было под рукой Чтобы ты как ковбой такой Оп! И сразу Сделал то, что надо Может, это точить ножи? Два раза помидорку отрезал И сразу же, оп, поточил Достал? Да-да-да Нет, нет, совершенно неправильно Так, точить ножи тоже нет Может быть, это просто... Ну, электроновая при этом, ребят Электроновая, смотри А, специи, соль Что специи, соль, Ален? Солить Ну, солить, Ваня, не понимаешь, что ли? Нет, не совсем Специи, соль, солить Ну, это, наверное, вот я понял, что имеет в виду Алена Это вот на кнопочку нажимаешь Она такая И измельчает Измельчает И посыпает Вот это вот Ух, как Нет, неправильно Да что ж такое Тогда я сдаюсь Так, нет, подожди, Ален Я тогда возьму буквально последнюю попытку Давай Так, давай предположу, что это Ладно, один вопрос, одна попытка Это связано с фруктами и овощами? Это вообще в целом с едой связано В целом с едой связано Ну, нарезка Ладно, ребят, все Последняя подсказка По последнему варианту Сверху Тут не видно, но сверху есть дисплей Дисплей Экран даже есть Проверять, тепло или холодно Абсолютно верно Эта штука Дистанционная Определяет температуру Всеразличных предметов Вот, что позволяет Делать идеальную прожарку Стейка Или еще чего-то другого Алене надо было просто Немножечко навести прицел И она сразу попала Поехали дальше Следующий Товар номер 3 Вот тут у меня у самого На самом деле даже был ступор Что же это за вещица? Вещица очень неожиданная Необычная И крайне интересная Я считаю Похоже на Знаешь, пожарный кран Из компьютерных игр По городу Расставлены красные такие Так, один вариант у нас уже есть Неправильный Ален, ваше мнение? Что-то для бьюти? Нет? Хорошо, давайте я дам первую подсказку И покажу габариты Это вот такая вот штучечка А, малюська Малюська И неэлектронная А, это уже неэлектронная Неэлектронная Аналоговая Такая вот пипочка Она так сжимается, когда на нее нажимаешь? Ну, теоретически может Но сама цель нет Не в этом Просто я не могу понять, что сзади Она вот, да, непонятно Сзади белый фон Она как будто спиной повернута Что-то там еще есть черненькая Я не могу понять, что это Что за наконечник вот это вот, да? Ну, в нем вся фишка на самом деле В нем вся фишка? Да, да Слушай, а ты говоришь, что это неэлектронная Неэлектронная Это значит, что и с самими гаджетами тоже никак не связывается Неа, вообще никак Может, это просто, знаешь, убирать вот всякую пыль и всякие катышки Она просто так собирает и все Такая маленькая Тинь-тинь и все Неа, неа Вообще нет Тогда я вообще не знаю Она даже дома не используется на самом деле А где она используется, Вань? А что у нас помимо дома бывает вообще, Ефим? Ну, вот, улица Вот На улице используется А может быть, это какая-нибудь маленькая грелка для рук? Для пальчиков, да? Для пальчиков Для пальчиков Пальчик замерз Нет, нет, ребят, нет В общем, мы сдаемся Давайте я конкретизирую Сдаетесь так сразу? Да, да Хорошо, ну ладно, сдавайтесь В общем, это специальный нож для садоводов Чтобы у тебя на пальце был ножик И ты мог срезать все лишнее, что тебе не нужно в огороде Ваня, как мы должны были отгадать? Я же сказал на улице, что тебе еще нужно? А это все? А это все А, ну ладно тогда, Вань А, ну ладно тогда Я предлагаю ничья Пусть будет ничья Вот второй товар Прям еле-еле Очень с трудом Отгадали? Поэтому по полу балла, я считаю Ну ладно Таки быть Ничья так ничья Предновогоднее чудо Скажи, пожалуйста А какой бы фильм ты хотел снять новогодний? Ой, я бы экранизировал Прям с реальными живыми актерами Сказку про варежку Причем, знаете, сделал бы это с очень глубоким смыслом Чтобы как после фильмов Нолана Ты выходишь из кинотеатра И с мыслями А чем закончилось-то все? То ли она счастлива стала с ожившей варежкой То ли это просто все бред не сумасшедшего Ну напрячь немножко мозг перед Новым годом Да, да, прикольно было бы мне кажется Ну конечно И в целом идея концептуально очень нравится Ну что ж, Вань, спасибо большое за игру А прямо сейчас мы переносимся в магазин Для того, чтобы правильно выбрать мандарины Новый год не может обойтись без запаха и вкуса мандарина Новогодним символом в нашей стране Этот цитру стал в 1963 году Когда в Ленинград пришел до отвала набитый этими оранжевыми плодами сухогруз В наше время мандарин можно встретить на прилавках практически любого магазина Поэтому сегодня я расскажу, как сделать правильный выбор при покупке Меня зовут Ефим Зинченко И для начала узнаем у кировчан их правила выбора этого товара На внешний вид, на цену Должны быть такие мягкие, сочные, их можно потрогать Оранжевенькие, красивенькие, но точно не желтые Чем больше листиков, тем вкуснее чаще всего Все целенькие с листочками, красивые На свежесть сначала Видно же морщинками или без морщинок Мягкие, потвердшие Во-первых, на цвет Ярко ли он оранжевый или есть частички зеленого Обратила бы внимание на упругость Если слишком мягкие, то я такие не беру И, наверное, может быть запах Сильно ли идет ощущение запаха самого цитруса Верны ли правила выбора кировчан? Узнаете прямо сейчас Посмотрите на кожуру цитруса Признаком спелости является равномерная и яркая окраска Цвет зависит от сорта Мандарины могут быть оранжевыми, желтыми и даже зелеными Главное, чтобы на поверхности не было темных пятен, вмятин или дефектов По весу мандарина можно судить о его вкусовых качествах Тяжелые плоды говорят о том, что в них много сока И именно такой цитрус окажется сладким Взвесьте мандарин на ладони Он должен быть приятно тяжелым Где-то 150 грамм Притягательным ярким ароматом обладают только спелые мандарины Если запаха нет, мандарин не созрел и был сорван неспелым Еще хуже, если вы чувствуете запах сырости Это значит, что мандарин был испорчен И врать его точно не стоит Обязательно прощупайте мандарин при покупке Он не должен быть рыхлым, мягким и не должен иметь следов деформации Мандарин должен быть упругим и лишь слегка поддаваться нажатию Мандарины очень полезны для нашего иммунитета Они содержат много витамина С, который так необходим в холодный сезон Он активизирует иммунные клетки, помогая организму бороться с инфекциями и вирусами А также мандарины снижают тревожность И дело не только в ярком цвете плодов Входящие в их состав витамины группы В защищают нервную систему и мягко успокаивают А витамин С регулирует работу надпочечников Сокращая синтез гормона стресса, кортизола Итак, небольшой итог При выборе мандарина обратите внимание на его окраску Она должна быть равномерной и яркой Мандарин должен быть приятно тяжелым и обладать притягательным цитрусовым ароматом Также мандарин должен быть упругим и лишь немного поддаваться нажатию Если все эти пункты совпали, вы нашли идеальный вариант С вами был Ефим Зинченко Приятных покупок! Ну что ж, теперь мы знаем, как правильно выбрать мандарины к новогоднему столу А прямо сейчас будем читать ваши комментарии Какой фильм про Новый год или новогодний фильм вы бы сняли Группа ВКонтакте Девятка ТВ Кирова сегодня классные подарки Поэтому пишите и выигрывайте их Поехали читать Ну что, да, поехали погрузимся в этот киномир Ирина Никулина, первый комментарий Добрый вечер, есть же вселенная Марвел А я бы сняла про вселенную наших суперсказочных героев С их суперсказочными способностями Ну что ж, принято Людмила Крысова, здравствуйте Про веселых старушек, решивших вместе отметить Новый год Они решили повторить Новый год, который отмечали 40 лет назад Они находят бывших кавалеров, прежних подруг И пытаются восстановить ДК в деревне, в котором отмечали Новый год в прошлом А, кстати, культовый фильм будет поехать Кстати, Людмила Крысова продолжает Кино про ведущих Девятка ТВ Вот сейчас все внимательно слушаем Ведущие работают 31 января, а их семьи ждут дома И куча разных дел, которые надо сделать А они на работе Подарки не куплены, салаты не приготовлены Оператор уже начал отмечать Новый год А звукорежиссера украли Снимать, конечно же, нужно в Кирове Ох, это вот первая часть очень похожа уже сейчас Уже откликнулась Это как бы документалка, да, будет Лева Аракси на фильм про чудеса Что под Новый год все желания исполняются Про детей из детских домов, которые обрели семью И стали самыми счастливыми Ну как по-доброму, как хорошо бы и было Сергей Иванов, документальный про то, когда революции Отмечали Новый год и Рождество в Российской империи А особенно у нас на Вятке Какие были традиции и особенности А Таис Торпова, крутая театралка, надо посетить Обязательно, спасибо за обзор Отдельно за Деда Мороза Какая красота, ура Кстати, он не только, говорят, один вечер Он еще там находится После работы туда приходит Так что все, да, заглядываем, все будет Это была не специальная акция Чтобы вы понимали, мы не знали, что Дед Мороз будет там И очень удивились, когда увидели Наталья Савиных Вечер добрый, жизненный, не спеши Все равно везде одни пробки Кстати, да, сейчас такой фильм вот снимается как раз На улицах города, да Прямо сейчас А Людмила Крысова новогоднюю сказку о том, как горка превратилась в портал к Бабе Еге И чтобы спасти сестренку, Ванечка скатывается с горки и отправляется в зимнее путешествие Там он встретил Снеговика, Снегурочку и, конечно же, Деда Мороза Он пытается вернуть ребят домой Ведь какой праздник без детей Это вот как раз таки, мне кажется, наша была бы экранизация вот этих Как же он называется? Гринч-похититель Рождества Что-то такое Получилось бы Таис Торопова А я бы, как всегда, про любовь Мелодраму с хорошим хиппи-эндом Смотреть в праздники хочется про романтику и волшебство Хотя бы на экране Дед Мороз обязательно Можно с театрологи попросить на главную роль Почему нет? Дальше у нас тут Катюшка Клинова про то, как оживают игрушки Людмила Крысова про продолжение Гарри Поттера Так как внучка очень любит эту сказку Ух ты как Михаил Гвоздков, во-первых, нам присылает добрый предновогодний вечер Как было бы чудесно сфериться в фильме о новогоднем поезде Ведь как здорово, волшебно и необычно, когда ты вдруг встречаешь Новый год в дороге Вот это да Ну и еще одно сообщение И еще одно сообщение, кстати, от Светланы Васининой пришло Все елки в Новый год обойдем, все елки снимем Еще про ожившую дымковскую игрушку нам предлагают Которая находится на Спаске Она проснулась в новогоднюю ночь и жаждет приключений Чтобы она вернулась на место, нужно устроить идеальный Новый год Но кому это под силу? Найдется левятский молодец, который справится с этой задачей Слушайте, ну вы сегодня просто нас поражаете своими сценариями фильмов Фонд кино был бы в шоке Да, это очень круто Ну а прямо сейчас, друзья, продолжайте писать и сценарии к фильмам Если вдруг они к вам приходят Ну а также задавайте вопросы нашему гостю Кто он, вы узнаете прямо сейчас Дамы и господа, встречайте сегодня в гостях у девятой студии Депутат Кировской городской думы Руководитель футбольной академии Вектор Виктор Савиных И сегодня вы можете задать абсолютно любой вопрос нашему гостю А вот и он А вот и он уже в гостях, Виктор Савиных Встречаем, встречаем Всем привет Как ты пробрался сквозь новогодние пробки к нам? Слушай, я пешочком сегодня, целый день пешком хожу Прямо с утра и вот прям сюда тоже пешком, так быстрее Лайфхак Лайфхак, да И для здоровья тоже Нельзя опознать на прямой эфир Я думаю, было бы не очень хорошо, если бы я сюда опоздал Да, это точно Слушай, хочется узнать Мы сейчас подводим итоги года Наверное, ты тоже со своей компанией И самой личной, конечно же Расскажи Векторе Какие были действительно важные события в этом году? Ну, если говорить про футбольную академию Год у нас очень забойно прошел Во-первых, мы приросли, наверное, рекордным количеством филиалов за год С момента основания у нас прорыв здесь произошел Прямо, наверное, филиалов Пять добавилось в нашу семью футбольную Соответственно, и футболистов добавилось, юных, молодых В этом году мы наладили канал поставок юных футболистов на просмотры в большие клубы Мы буквально осень-зиму два раза уже отправляли ребят в Москву На игры с большими профессиональными Ну, с большими академиями ЦСКА, Чертанова, Локомотива Московского То есть это такое важное, я считаю, важное событие Когда нас отладили именно вот этот механизм отправки ребят на просмотр, на игру И нашими ребятами интересуется, это приятно А иначе вы растите, как говорится, больших спортсменов уже Ну, это покажет время Пока они неплохо смотрятся на своем уровне, на своем возрасте А дальше покажет только время Уже очень многое будет зависеть, конечно, от них самих От их самих и, конечно, тех условий, в какие они попадут Потому что здесь, если мы понимаем, что мы уже дали все, что можем И если мы этот момент потеряем Ребенок может остановиться в развитии, потерять интерес Поэтому надо найти этот момент и отправить вовремя уже на новый уровень На самом деле это просто вау Я занимался футболом много лет и это, это прямо мечта каждого, давайте так скажем, футбольного паренька А скажите, пожалуйста, зацепились ли уже за какого-нибудь игрока там в Москве? Ну, да, ожидаемо Мы знали, на кого обратят внимание в первую очередь Мы ожидали, что двоих у нас сразу же заберут Но один поехал прямо после болезни Все равно поехал Поэтому показал себя не очень ярко А второго пригласили на повторное Ну и первого заберут просто немножко надо Ну, в следующий раз Опять же, понятно не то, что заберут А их возьмут на карандаш И они немножко здесь еще годик-два с нами Будут периодически выезжать, играть На сборы, может быть, на какие-то Ну, а дальше уже, если родители примут решение Пусть переезжают в большую, большую команду У нас гордимся нашими Расскажи, были ли еще какие-то важные события? Ну, в этом году, буквально осень-зиму К нам приезжал два раза уже известный блогер футбольный Такой функционер в детском спорте В детском футболе Так он называется Толя о футболе Приезжал он один раз Устраивал здесь интенсив С нашими кировскими ребятами Далее он приезжал уже Привозил свою команду На турнир Среди ребятишек 2016 года рождения Поэтому вот сейчас Некоторых ребят мы на Новый год Отправили снова к нему на интенсив Уже в Сочи Ну, то есть это, опять же, очередная коммуникация Которая нам придает новые грани Да, к нашей деятельности Потому что, когда у тебя есть хорошие знакомые Когда у тебя есть интересные знакомые У тебя больше вариантов Больше каких-то событий в жизни происходит Конечно, тем более с таким опытом Поэтому это, наверное, тоже один из таких хороших итогов То есть это подтверждает то, что мы открыты всегда к чему-то новому Мы не закрываемся Мы никого не стесняемся Мы никого не боимся Мы, наоборот, говорим Вот мы открыты Приходите к нам Приглашайте нас Мы с удовольствием Лишь бы во благо, в первую очередь, детей Ребят Так, хорошо А свои какие-то личные итоги будешь подводить? Ну, слушай, Алена Ну, у меня личные, наверное, как-то неразрывно связаны с общественным Либо с профессиональным Ну, если прямо уж совсем личные Ну, я в бег вернулся Как-то вот так Меня прорвало в этом году В августе месяце я поставил себе челлендж Там нужно было чуть-чуть вес лишний скинуть И как-то так я увлекся, увлекся Пробежал полумарафон Потом еще несколько пробежал И вот до сих пор бегаю Сегодня уже 15 пробежал с утра по сугробам Так, получается, вы бегаете, да? По городу-то не ходите пешочком? Ну, сейчас пешочком пришел А с утра бегом бегал, да Класс Слушайте, у нас сегодня есть подарки Давай про них расскажем Я так понимаю, что это такая фирменная у вас бутылка Чемпионская Да, это один из вариантов Да, мы сейчас определяемся с дизайном Ну, один из вариантов я вам сюда предоставил Вот такая веселая, небольшая, голубенькая Да, приятный подарочек номер один Далее у нас есть Сертификат на 4 занятия в футбольной академии «Вектор» Мало ли, если вы занимаетесь у нас Либо не занимаетесь В любом случае приходите Вот бесплатное занятие А потом, может быть, и в сборную попадете И будете бесплатно заниматься Так, пишите До скольки лет детей можно? Ну, в принципе, с трех лет Дальше уже смотрите на активность своего ребенка Если он шустрый, активный Можно и в три отдавать Так, пишите, кому прям жизненно необходимо попробовать Я все-таки призываю тех, кто еще у тебя не был, да? Слушай, ну, либо подарить даже кому-то знакомым Своим племянникам, не знаю, братьям, сестрам Почему нет? Да, ну и также, друзья, для того, чтобы вы не заболели Когда, возможно, будете бегать вместе с Виктором Завиных Кто знает, или просто заниматься спортом Вот такая теплая вещичка для горла Я так понимаю, что да? Ну да, это снуд Либо шапочка можно использовать Затянуть сверху резиночку Вот как шапка Либо как снуд Шарф очень удобный Я, кстати, именно в таком и бегаю В общем, друзья, подарки сегодня классные Пишите свои вопросы Группу ВКонтакте Девятка Твой Киров А прямо сейчас я предлагаю посмотреть Как примерно проходят у вас тренировки У нас есть видео Да? Да, давайте посмотрим Смотрим, как вы растите будущих чемпионов Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, друзья, вот так проходит занятие в Академии Расскажи, пожалуйста Это, я так понимаю, что открытые, да? Да, на видео вы видели открытые тренировки Мы примерно раз в полгода приглашаем родителей на эти тренировки Потому что, как правило, тренировки в закрытом режиме А я по себе знаю, что родители очень хочется посмотреть на своего малыша И раз в полгода мы с дирекцией школ договариваемся, чтобы пропускали И вот короткая нарезка была, да, сейчас Очень, кстати, разнообразная Видели, какие там у них... И упражнения разные, и с мячами, и без мячей Ну, на самом деле, правильно Причем это именно сюжеты группы базовой подготовки Здесь только самые-самые новички Либо кто недавно занимается Конечно, ребята, кто входит в сборную команду У них уже совершенно другой уровень тренировочного процесса Там, наверное, вообще такие трюки, Ален Ну, там футбол хороший Там футбол, это вот очень круто звучит Так, ну что ж, переходим к вопросам У нас группа ВКонтакте 9 ТВ Киров Готов отвечать? Да, конечно, всегда готов Хорошо Вот спрашивают Слана Васенина А как отмечают футболисты Новый год? Есть какие-то у вас праздники, елки футбольные специальные? Кстати, да, у нас 5 и 6 января Для всех воспитанников футбольной академии «Вектор» Большое новогоднее мероприятие, двухдневное Называется «Новогодний чемпион» Это фестиваль по футболу среди всех филиалов Среди всех желающих На данный момент порядка 300 человек записалось уже Это наши чисто воспитанники Вот мы так отмечаем А если прям с 31 на 1, я думаю, все по-своему Футболисты такие же люди Все по-семейному, скорее всего Но подарки будут футбольные, 100% Надеемся Итак, Людмила Крысова задает вопрос на вырост, я бы сказал Здравствуйте, как вырастить чемпиона? И какой должен быть тренер? В первую очередь зависит все от ребенка Надо понять, он вообще хочет этого или нет То есть если он активный, позитивный Он очень любит спорт Он бежит на тренировку И самое главное наказание в жизни Когда родители говорят Я тебя на тренировку не поведу Тогда все может быть А если мы из-под палки ребенка вводим Настаиваем Ничего хорошего из этого не выйдет В первую очередь смотрите на ребенка Смотрите на его заинтересованность А дальше уже судьба выведет его Опять же, если он достойный Он его всегда заметит И с самого-самого низа Можно пробиться высоко Лишь бы была в нем вот эта энергия Отлично, так что смотрим на желание ребенка А вот такой вопрос, Катюшка Клинова А какой вы болельщик? Как правильно вообще болеть за футболистов? Вот как ты это делаешь? Расскажи, громко или нет? Я знаете что? Приглашаю, наверное, посмотреть Как я комментирую матчи своей команды Взрослый Вектор Когда идет зимний турнир В формате 5 на 5 Я лично веду трансляцию Я хожу с стабилизатором, с телефоном И комментирую И там можете вы увидеть Просто в прямом эфире Мои живые эмоции Я всегда стараюсь это корректно Иногда у меня это не получается Но тем не менее Приходить это интересно Я довольно за свою команду Довольно ярый болельщик А с вашим комментарием еще интереснее? Ну, интереснее Я считаю, да Никто в Кирове так не делает Там очень много у нас зрителей В прямых трансляциях У наших конкурентов Там в 4-5 раз меньше просмотров Чем у нас Замечательно Итак, двигаемся дальше Таиса Торопова О, а девчонки занимаются у вас? Кстати Один из важнейших итогов Прошлого года Буквально вот свежее Мы Открыли территорию Женского футбола Ура! Это такое комьюнити Женское Да Где мы собираем Представительниц Разного уровня подготовки Новичок Любитель И профессионал То есть Мы собираем всех на тренировку Буквально у нас Через 15 минут Начнется следующее Ну и ладно Там тренер работает Вот Где мы приглашаем всех желающих И детей И взрослых И мам Никто не связан Никогда никак с футболом Просто приходите Мы вас запишем В определенную группу По вашей степени готовности Новичок Первый раз пришел Любитель Который Ну когда-то что-то играл И сейчас просто хочет Продолжать играть в футбол И профессионал Это уже Со школой футбольной Либо это Молодая девочка Которая стремится К развитию И мы ее берем Уже в эту команду И тренируем То есть у нас задача Собрать вообще Женскую профессиональную команду Круто Женскому футболу быть Поэтому территория Женского футбола Группа ВКонтакте Так и называется Территория женского футбола Так Супер, ребята Девчонки Давайте вперед Еще вопрос А взрослым Можно этот сертификат Вот спрашивают Если вдруг кто-то выиграет Слушайте Вот Вот для женщин Как раз Вот для любителей У нас есть Платные услуги Остальное все бесплатно И вот Пожалуйста Девушка Если выиграет Приходите Будете бесплатно На любительском уровне заниматься Ну новичок любитель Профи Мы бесплатно все делаем Лишь бы приходили Хорошие достойные к нам Ученики В общем да Выигрывайте И там разберемся Как его реализовать А взрослый или ребенок Кто пойдет Сами Футбол Ну четко вообще Как-то мы ее пока не используем А вообще Ребята Перед играми Наши детские сборные Когда суют в круг Кричат Это никак не регламентированно Они сами придумали Пока мы едины Мы непобедимы О Вектор И это как бы так звучит хорошо Круто Так отлично Новогодняя футбольная форма Бывает ли такое Или что-то В каких-то Интересных костюмах Не знаю Может быть у вас был Когда-то Знаешь такой Костюмированный Футбольный вечер Сейчас опасно Очень с костюмированными Вечеринками Ну с шапочками Деда Мороза Последними традициями Да Поэтому Слушайте Ну На новогоднем чемпионе Когда мы будем То конечно У нас все тренеры Будут Гномиками То есть Колпачками Там да То есть Вот наверное Это максимум Что мы сейчас Можем предложить Это наверное еще в целях безопасности И удобства Да Потому что все равно Играть придется по-настоящему Да И поэтому наверное Все-таки в костюмах Не так удобно Давайте мы Да Все-таки костюмы Это все для маскарадов А футбол Это спорт Там нужно быть В нормальной Спортивной одежде А футбол Это форма спортивная Вопрос вот такой Задает Светлана Васенина Что делают летом Футболисты Я так полагаю Подразумевается Как некоторые каникулы На какие базы Могут съездить Так Ну во-первых Летом тренировочный процесс Продолжается Практически во всех филиалах Максимум на один месяц Останавливается Когда там какие-то Каникулы там В школах И то мы Приглашаем на открытые Уличные площадки Просто Уже их допустим Будет не пять Локаций А одна То есть кто-то все равно На нее приезжает То есть мы тренировочный процесс Летом не останавливаем Также летом мы проводим Городские лагеря И выезжаем всегда в Сочи Так называемые Футбольные сборы То есть Ну туда приглашаем Ребят любого уровня Поэтому Сборы Это формально Но тем не менее Двухразовый тренировочный режим Завтрак, обед, ужин Две тренировки Отдых у моря Поэтому в июле месяце Опять же Приглашаю всех Ближе к этому делу Весной Наверное будем уже Собирать Собирать команду Приглашаю всех Принять участие Слушайте, ну ничего себе У вас Отдал ребенка И все И он, как говорится И все Счастлив Сейчас скажу Что нет Давайте мы там Лимитные легионеры Сделаем Или давайте Нет Там частные школы Не нужны Нужны только Муниципальные То есть Это неправильно Нет Нужно как можно Больше очагов Развития Каждый Каждый Что-то свое новое Привносит А другие Чтобы они Либо отпадут Либо Чтобы оставаться на плыву Тоже будут что-то придумывать И это все порождает Конкуренцию И в первую очередь Выигрывает ребенок Ну футбол выигрывает В первую очередь Я за конкуренцию Как жалко Что я вырос Сейчас бы так вот Восемь лет Для взрослых тоже можно Да Для взрослых тоже можно Ну что ж друзья Прямо сейчас мы прервемся Для того чтобы вы Запомнили рецепт Вкусного ужина И как раз Сейчас обсудим Кто же И какой подарок Заберет Подарков Очень много классных Всем привет Меня зовут Зубков Роман И сегодня с вами на ужин Мы приготовим Ризотто с индейкой И шампиньонами Для этого нам понадобится Филе индейки Рис Красный лук Помидоры черри Сыр пармезан Шампиньоны И сливки Первым делом Нарежем репчатый лук Мелким кубиком Далее репчатый лук Обжарим на растительном масле В течении 3-4 минут Затем добавим в него рис И будем обжаривать Вместе с рисом Примерно 2-3 минуты Далее заливаем водой И доводим рис До полуготовности Пока основа для ризотто У нас будет вариться Мы подготовим Следующие продукты Для начала нарежем Помидоры черри пополам Далее в самую мелкую терку Начинаем натирать сыр крошкой Далее мы поменяем доску И нарежем индейку Филе индейки Нарежем слайсами Затем нужно обжарить Филе индейки Половину помидор черри Шампиньоны Добавить отваренный рис И загусить все сливками И в конце приготовления Нашего ризотто Нужно добавить половину Натертого сыра пармезан Наш ризотто почти готов Осталось выложить Все на тарелку И украсить Украшаем помидорами черри И семи салата Посыпаем сыром И подаем Наш ужин готов Сегодня это Ризотто с индейкой И шампиньонами Всем хорошего вечера И приятного аппетита Ну что ж, друзья Приятного аппетита Сегодня мы вам Во-первых, подводим Итоги футбольного сезона А во-вторых Хочется спросить А что, вот какое ближайшее мероприятие Классное будет как раз у вас 2 января Прям, можно сказать На следующий день После Нового года В 16.00 В 18.00 В футбольном манеже Вектор Состоится традиционный Уже пятый по счету Матч звезд Кировского футбола Традиционно В этом матче Принимают участие Профессиональные футболисты Это ребята, которые Так или иначе Новый год проводят в Кирове Кто-то у родственников Кто-то у друзей Хедлайнером, конечно, выступает Игрок Московского Динамо И Сборной России По футболу Константин Тюкавин Андрей Липовой Наш, конечно, земляк Андрей Малых Это капитан Оренбурга Андрей Савин Бывший игрок Локомотива Сейчас вратарь Тюмени Кировские Динамовцы Несколько человек Кто здесь зимует Ребята будут Ребята из Футболиста Из ведущих Академии Футбольная Академия Ростова Урала Краснодара 17 профессиональных Футболистов будет И они будут играть Против 17 Против 17 Команды 17 человек Лучшие Футболисты Кировской области Которые проявили себя В чемпионате В текущем году В 2023 То есть Это такой большой праздник Будут играть матч Будет много челленджей Розыгрыши Будет лотерея Каждый кто придет На матч Получит билетик Мы разыграем Фирменные футболки Мне уже там Даня Липовой Две свои футболки Подарил Один с Крылья Советов Вторая А Обе с Крылья Советов Да Там я знаю Костя Тюковин Тоже везет Свои какие-то Экипировку Ну в общем Профики Я попросил всех Что-то подарить На лотерею Поэтому Будет ажиотаж дикий Вас приглашаю Вас где-нибудь там В уголочке Аккуратненько Могу разместить Класс Ну что ж Друзья Вас не в уголочке Но билетов очень мало Поэтому вы можете Туда прийти Даже если вы Не участник Еще пока Академии Поэтому друзья На это стоит посмотреть Красивая игра А прямо сейчас Подарки друзья Во-первых Вот этот сертификат У нас На такие сладости Вкусности Сегодня получает Людмила Крысова Ура Поздравляем Очень активно Далее друзья Неделю фитнеса Для Катюшки Кленовой Ура Ура Побегаем Далее поехали У нас вот такой вот Классный снуд Теплый Михаил Бостков Это для вас Я думаю Что как раз Подойдет Есть такой только Я так понимаю Что у Витя У вас У вас Теперь будет Все У двоих людей Пока в этом городе Наверное Ну и также Это классная Бутылочка Для Руслана Лушакова И Подарочный сертификат На 4 занятия Для Светланы Васениной Видели Что вы даже Сами хотите Поэтому Попробуйте Почему бы и нет Ну или Вы наверное Знаете Кто у вас там Точно любитель футбола Поэтому этот сертификат Для вас Пусть он 100% Будет Использован В академии Также друзья Было очень много вопросов И нам пообещали Да Дорогие друзья Все вопросы Которые вы сейчас задали В комментариях Мы отсмотрим Либо я отвечу Либо наш администратор Обязательно Свяжемся с вами И дадим ответ Все Супер Ну что ж Тебе только Удачного года Нового футбольного года Ну и конечно же Пусть все мероприятия Которые вы запланировали Пройдут на ура Ну и побольше Звездочек Которые вы выращиваете У себя в академии Огромное спасибо С наступающим вас Ну что ж Друзья С наступающим Новым годом Девятая студия С вами прощается Ну а завтра Специальный новогодний выпуск Не пропустите Прямой эфир Встречаемся в 17.00 Всем хорошего вечера Пока-пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин